Ралли Монте-Карло 1964 года памятна всем любителям автомобильного спорта и британских автомобилей. В том году Пэйди Хопкерк на мини-купер одержал победу над многолитровыми монстрами Форд Фалькон, вписав в историю мирового автоспорта очередную главу о больших победах маленького автомобиля. Памятен этот 1964 год и любителям американских автомобилей. Благодаря системе Ганди Капа в пользу малолитражек, быстрейший автомобиль на этом ралли Форд Фалькон с двигателем объёмом 4,7 литра занял лишь второе место. Хотя на четырёх спецучастках Форд опередил мини, а на пятом их время было одинаковым. И в истории отечественного автомобильного спорта ралли Монте-Карло 1964 года оставила заметный след. Три Волги и два москвича приняли участие в самом известном автомобильном ралли. И не важно, что советские автомобили затерялись на финише гонки, не получив зачёта, ведь заявилось на ралли 342 автомобиля стартовало 299, а до финиша доехали лишь 163. В журнале за рулём, правда, это событие удостоилось лишь небольшой заметочки Минск-Монте-Карло с маленькой фотографией москвича. Не прошло с тех событий и 50 лет, как во французской журнальной серии, посвящённой ралли Монте-Карло под номером 89 в сентябре 2009 года, появилась масштабная копия автомобиля участника ралли 1964 года. Это была наша Волга ГАЗ-21 экипажа НАМИ. А в сентябре 2012 года питерские товарищи из ВВМ выбросили в продажу заказанные у Нео недостающие две машины Волга. И у собирателей появилась возможность поставить на полку все три газовские машины, проехавшие по дорогам Монако в 1964 году. И очень хорошо, что в ВВМ заказали эти Волги у Нео, ведь предыдущая раллийная журнальная Волга была изготовлена по их заказу премиум коллектабл стоис и выглядела ниже среднего, и из-за недостатка формы, и из-за качества изготовления. Модели от Нео тоже не без недостатков, начиная с искажённых пропорций кормы и заканчивая небрежной сборкой многих экземпляров, но в целом уровень проработки этих Волг был совершенно другой. А ещё примерно в то же самое время появился полный набор из трёх Волг Монте-Карло 1964 года, изготовленных ICV. Цена его была под 20 тысяч докризисных рублей, то есть около 600 долларов, а тираж набора всего 60 экземпляров. Так что для подавляющего большинства собирателей его появление не имело ровно никакого значения, тем более что распродали этот мини-тираж довольно быстро. Ну а в начале 2019 года появилось ещё два повода вспомнить ралли Монте-Карло 1964 года. Во-первых, это выход в феврале специального спортивного выпуска журнальной серии «Автолегенды СССР» с чёрно-белой Волгой со стартовым номером 29. А второй повод по списку, а не по значимости, это участие команды на 21-х Волгах в историческом ралли Монте-Карло 2019 года. Занятно, что издательство «Де Агостини» мурыжило эту Волгу ещё с прошлого года и по совершенно неуважительным причинам приурочило выход этого специального выпуска как раз к участию реплик 21-й Волги в историческом ралли Монте-Карло. Причём «Де Агостини» совершенно не стесняясь эксплуатировала эту тему, налепив на пакетик со специальным выпуском большую яркую наклейку про ралли Монте-Карло 2019 года. Как будто так и было задумано. Хотя фотографии этого журнального выпуска появились в интернете ещё осенью прошлого 2018 года, когда команда на Волгах ещё только готовилась к участию в историческом ралли Монте-Карло. Ну а история участия советских автомобилей в этой гонке началась осенью 1963 года, когда в адрес Центрального автомотоклуба СССР от Автомобильного клуба Монако пришло приглашение к участию в ралли Монте-Карло. И тогда под видом команды автоэкспорта была собрана сборная союза для участия в этой престижной гонке. Стартовали Волги и москвичи из Минска, как и часть зарубежных участников. Им всем предстояло через 40 часов собраться в Реймси на севере Франции, а затем за 10 скоростных этапов проделать путь до Лазурного берега. И к вечеру 21 января 1964 года въехать в столицу княжества Монако – Монте-Карло. Набегало 4000 километров. Из Минска стартовали 24 иностранных экипажа и сборная Советского Союза. Гонщики и инженеры-испытатели Горьковского автозавода, Московского завода малолитражных автомобилей и НАМИ. Пять зачетных экипажей, три на черных Волгах, два на серо-голубых Москвичах, плюс три машины сопровождения. Автомобили, конечно, прошли спецподготовку, начинавшуюся с отбора самого тонкого проката для штамповки кузова и деталей оперения. Мощность двигателей ГАЗ-21М, если верить статье в журнале «Автомобильный транспорт», составляла 98 лошадиных сил. Благодаря увеличению числа оборотов, степени сжатия, да и двухкамерный карбюратор с новым коллектором тоже делали свое дело. Пружины в подвеске подрезали на виток, откалибровали амортизаторы и применили более толстый пруд в стабилизаторе поперечной устойчивости. А багажник? Багажник был почти полностью занят дополнительным 150-литровым бензобаком. Огромный запас топлива позволял и валюту драгоценную сэкономить, и время на заправках. В салоне появились раздельные сидения, импортные ремни безопасности и штурманские приборы, а на крыше – фароискатель, на бампере – дополнительный свет. Спланировано все было, в общем-то, неплохо, но еще по пути в Минск была разбита техничка московского завода. А на первом этапе гонки в польском Врославе попала под грузовик и «Волга» техничка. Поэтому запчасти и импортную шипованную резину пришлось грузить в боевые машины. Так они с ними в гонке и участвовали. С машиной под номером 22 еще одно непростое происшествие случилось уже во Франции. Гонщики приложились левым бортом о дорожный столб. Разбили и лобовой триплекс, сделанный по спецзаказу, помяли двери, но самой большой проблемой стала шпилька крепления воздушного фильтра, которая от удара сломалась, прошла через карбюратор и заклинила клапан. Завести двигатель и продолжить гонку удалось только через 3 часа. В итоге с массой штрафных очков, многочасовыми опозданиями и десятками лишних ошибочных километров, уступая лидерам от 7 до 12 минут на каждом скоростном участке, все 5 советских экипажей оказались за квалификационной чертой, но все же доехали до Монако. На последнем этапе они ехали уже вне зачета. Лучший из условных результатов у Лисовского и Локтионова на «Москвиче», за ними лучшие на «Волге» Масолов с Дегтяревым. И да, в таких условиях легкий и более шустрый 403-й «Москвич» оказался выигрышней большой черной тяжелой министерской машины. Масштабная модель черно-белой 21-й «Волги» со стартовым номером 29, которая стала четвертым специальным выпуском под вывеской «Спорт» в серии «Автолегенды СССР». Не такая уж и плохая масштабная модель. Хотя, конечно же, она простецкая, кривая, косая, на неправильной форме, с ужасными фарами, с какой-то палкой, воткнутой в крышу вместо антенны, но при этом надо помнить, что в 2009 году китайские товарищи изготовили журнальную модель 21-й «Волги» 3-й серии еще более интересным способом. Ведь в тот раз китайский производитель, не мудрствуя, а лукаво, использовал хорошо известную старую форму 21-й «Волги», которая дебютировала еще в роли «желтого такси» на самой заре журнальных серий. Но в тот раз заслуженной масштабной копии пришлось исполнить роль «Волги» 3-й серии. Хотя формами и деталировкой исполнительница изначально соответствовала второй. Китайский грим творит чудеса. Немного декалей, противотуманные фары, фароискатель на крышу, черно-белая расцветка и даже бампер без клыков, правда только спереди. И вуаля, решетка акулья пасть уже не так уж и бросается в глаза. Да и многие зарубежные собиратели обратили внимание, что на фотографиях с ралли машина с облицовкой радиатора типа «Китовый уз», а китайцы вложили в коробочку журнальной серии, посвященной ралли Монте-Карло, модельку с совершенно другой облицовкой. Но, несмотря на все свои недостатки, та журнальная модель 2009 года стала первой промышленной моделью раллиной 21-й «Волги». Так что на фоне той китайской журнальной кривульки десятилетней давности, наша отечественная новинка хороша уже хотя бы тем, что сделана на базе формы «Волги ГАЗ-21» третьей серии. Как ей и положено, в общем-то. Журнал, приложенный издателем к модельке за 799 рублей, снова написан Сергеем Ионосом. Скомпилированная с ошибками и опечатками информация, изложена более или менее связна, бывало и хуже в журнальных сериях А.Д. А.Гостини. Хотя опечатки в марках «Мишлен» и «Порше» вызывают практически оцепенение, когда читаешь журнальчик про автомобили. Помимо опечаток, нельзя не отметить низкое качество использованных фотографий, многие из которых сделаны на совершенно других гонках, хотя журнал вроде бы посвящен ралли Монте-Карло. Впрочем, здесь даже на 3D-картинке перепутали год ралли. На машине красовица 1965 вместо 1964. Полистать журнальчик, конечно, можно, если ничего другого под рукой нет, но видали мы и получше выпуски даже в журнальной серии «Автолегенды СССР». Сама эта масштабная модель 21-й «Волги», которая стала четвертым спортивным спецвыпуском журнальной серии «Автолегенды СССР», это, конечно же, обычная китайская журнальная моделька по мотивам одной истории. В этот раз про ралли Монте-Карло 1964 года. И в этом подвох. Коллекционеры, которые собирают автомобили-участники этого ралли, не только советские, а вообще любые, причем речь о зарубежных коллекционерах, поставят и это изделие тоже на полку. Интересующиеся историей советского автомобильного спорта, тем более замешанной на участии в зарубежных соревнованиях, тоже купят эту машинку. А еще для многих коллекционеров журнальная модель – это вполне приемлемая альтернатива недешевым нынче изделиям от «НЕО». И нельзя не отметить, что 21-я «Волга» – это главный отечественный олдтаймер. Есть коллекционеры, которые собирают масштабные модели 21-й «Волги» все подряд. Промышленные или кустарные, и даже конверсии ставят на полку. Поэтому они тоже возьмут любое изделие, выпущенное даже до агостини в своих журнальных сериях. Но все остальные спокойно могут пройти мимо. Это обычная журнальная «Волга» со всеми обычными и хорошо давно изученными недостатками формы деталей. Конечно, она окрашена в два цвета. У нее дополнительный свет на бампере, фороискатель и антенна на крыше. Да еще и таблички с номерами и надписью «Ралли Монте-Карло» 64-го года. Но это обычная журнальная модель с этой обычной идиотской табличкой «Волга» вместо номерного знака. И обсуждать несоответствие этих наклеек или шрифтов на них оригинальном, да и ошибки самой формы еще раз заново проговаривать – занятие в данном случае бесполезное. Масштабные автоспортсмены все равно возьмут этот выпуск и поставят его на полку. А остальные спокойно пройдут мимо, ужаснувшись этой палки антенны, воткнуты в крышу как лом и отметив в очередной раз эти дурацкие таблички вместо номеров реальной машины. Хотя это забавно, ведь делали масштабную модель конкретного автомобиля с конкретным стартовым номером, но при этом повесили на него таблички с надписью «Волга» вместо государственных номерных знаков. Пишите в комментариях, что думаете про эту «Волгу» и «Ралли Монте-Карло» 1964 года, где эта машина проехалась до финиша. А если уж досмотрели до конца, то сделайте над собой усилие, прожмите лайк или дизлайк под этим видео. Поговаривают, это имеет какое-то значение.